Всем любителям корейской косметики большой привет! Впервые я протестила эту маску в 2012 году. С тех пор прошло уже более 8 лет. Мне ее привезла подруга с Кореи, просто мне вручила ее и сказала, пользуйся, с ней ты станешь белой. Все дело в том, что на тот момент у меня были жуткие пигментные пятна, и я не стала разбираться ни в составе продукта, ни в принципе действия, просто начала пользоваться. Ну и, разумеется, белой я так и не стала. На самом деле, в то время таких, как я, было большинство, кто не хотел разбираться в составе продукта, а просто приобретал какой-либо продукт под влиянием, например, вот такой вот красивой упаковки, либо прочитав описание продукта в интернете. Кстати, перевод с корейского на русский все-таки немного был адаптирован под нас. И таким образом многие столкнулись с тем, что этот продукт не отбеливал, вот в нашем понимании, да, что мы ждем от такого продукта, чтобы он осветлял пигментные пятна, делал наши веснушки менее заметными, выравнивал тон кожи и так далее. А эта помидорка просто выбеливала. И то, вот это выбеливание носило очень кратковременный характер. Но начнем с того, что наши стандарты красоты отличаются от тех, которые приняты в Корее или, например, в Японии. И там идеалом красоты считается белоснежная кожа. И даже она придает человеку с белой кожей некую статусность. Поэтому для них важно иметь не просто красивый ровный тон кожи, ну вот, например, как у нас, а именно чтобы кожа была такая вот белоснежная. Но насколько нам известно, если вы уж не родились со светлым тоном кожи, ну если от природы это у вас не заложено, то сколько бы вы не пользовались вот этими отбеливающими средствами, белоснежкой вам, увы, не стать. Максимум, что вы добьетесь, это ровного тона кожи, выравнивание пигментных пятен, как-то вот можете даже, даже можете избавиться от веснушек, хотя это очень сложно, но сейчас, сейчас это, в принципе, вероятно. Но осветлить вашу кожу как-то кардинально и навсегда обычной косметики пока не под силу. И вот как раз по этой причине у них пользуются популярностью такие вот продукты, которые дают пусть временное осветление, но зато мгновенное. И таких продуктов у них много. Просто, ну, не все дошли до нашего рынка. Особенно вот эти средства пользуются популярностью среди молодежи. И не только среди девушек, но и среди парней. Вот представьте, собирается на свидание молодая девушка. Либо фотосессия у молодого человека очень важная. И им необходимо выглядеть на 100% здесь и сейчас. И вот как раз к ним приходят на помощь вот такие вот палочки-выручалочки в виде отбеливающих экспресс-масок. Поэтому такие вот средства в Корее пользуются особой популярностью именно среди молодежи. Да и вообще вот в общем бренд Тони Молли для меня он больше подростковый. И его целевая аудитория – это молодые люди до 25, ну, максимум до 28 лет. Кстати, маска панда, о которой у меня уже есть видео на этом канале, тоже примерно из этой же оперы. Если посмотреть на состав, то сразу становится ясно, что в этом продукте нет каких-то компонентов, которые бы имели прямое отношение к отбеливанию. Именно то отбеливание, которое имеет накопительный эффект. Ну, кроме неоцинамида, разумеется. Но вы сами видите, что он находится после диоксида титана. А это означает, что надежды на него мало. Ну, а вот как раз диоксид титана, который, кстати, находится в большинстве солнцезащитных продуктов, дает вот этот вот мгновенный временный отбеливающий эффект. Ну, по факту он просто окрашивает нашу кожу. Маска находится в поднимающей настроении баночки в виде знаменитой помидорки. Имеется лопатка. И консистенция, напоминающая жидкую зубную пасту. Ну, или даже, наверное, канцелярскую замазку. Значит, способ нанесения. Нанести ее на очищенное лицо, помассировать пару минут, так как все-таки она зовется Magic Massage Pack. И затем смыть водой. Я думаю, вы обратили внимание на то, как эта помидорка лихо снимает отечность. По крайней мере, она действует на меня именно таким образом. Вот, в принципе, по этой причине я иногда и использую эту маску. Также, если читать описание на корейском сайте, то там делается особый акцент на то, чтобы при смывании этого продукта вы не использовали ни мыло, ни пенку для умывания. То есть, не использовали никакие моющие средства. Отгадайте, почему. Ну, для того, чтобы вот этот вот отбеливающий пигмент как можно дольше оставался у нас в коже. Я думаю, вы и так поняли принцип действия этой помидорки. И не будете питать особых иллюзий по поводу накопительного эффекта, высветления пигментных пятен и избавления от веснушек. Итак, подведем итоги. Продукт накопительного эффекта не имеет. Сухую кожу не увлажняет. При жирной коже себум абсолютно не сдерживает. Но какие плюсы я выделила лично для себя? Хорошо снимает отечность. Это происходит из-за содержания экстракта томата в продукте, которого здесь ни много ни мало, целых 67%. Также хочу отметить, что маска кожу неплохо успокаивает, снимая какие-то покраснения и раздражения. Скорее всего, это происходит из-за присутствия цинтеллы в составе продукта. И отбеливание. Небольшой эффект отбеливания есть. Пусть он кратковременный, мимолетный, но все-таки он присутствует. На этом, в принципе, и все. Поэтому смысла обижаться на эту милую помидорку, я думаю, нет. Просто необходимо понять то, каким образом она работает, что вы в итоге получите, и так ли нужен вам этот продукт. Ну а сейчас будет информация для поклонников этой маски. Если вам за 8 лет уже надоел вот этот вот легкомысленный дизайн, хотя как можно доесть такая милота, я, конечно, не понимаю, но все же в компании сейчас вышел новый формат. Это такая вот идет обычная классическая туба. И здесь надо заметить, что если бы средство потеряло бы свою актуальность, то навряд ли бы оно продолжало бы продаваться в таких больших объемах, ну, по крайней мере, в Корее. И уж тем более компания не стала бы заморачиваться с новой упаковкой. А на этом у меня все. Я надеюсь, я внесла некую ясность функционала вот этой вот маски. Всем пока и до встречи в следующем видео.